Во главе картины у тебя вот такая же задача будет только охристым цветом потому что он здесь как бы командует. Возьмешь жидкость, возьмешь белила, здесь кисть не моем, только маканием берем жидкость. Возьмешь охру и этой охрочкой весь холстик, возьмешь тряпочку, сделаешь из нее рабочий инструмент фигушку и то же самое натрешь с веществом, то есть будешь добавлять белил, цветнил охристых, сделаешь вот этот сиятельный охристый цвет. Хорошо? Количество краски должно быть, то есть все время добираешь так, чтобы вещество краски появилось на холсте. Ага. Коричневый, красноты и желтоты. Голубой с желтым зеленит, коричневый с голубым чернит, краснота, понятно, что делает, красненько. Деликатненько, нашвыряем, делаем значительно, там и так узко, делаем зауженно, зауженно рисунок, для того, чтобы не чистить потом небо, не поправлять небо. То есть делаем нарочито зауженный рисунок, чтобы не пришлось потом, причем вот так силуэтами, вот так вот мягко-мягко силуэтиками наберешь идею архитектуры, идею дальнего плана и очень зауженно. Она же, это архитектура, ты подсунешь чуть-чуть вещества в отражение, то, что должно отражаться, и сделаешь вот такие мягкие отраженности вот этого участка суши, вот такие мягкие, вот они. Уже есть разница, да? Уже есть разница между лежачей плоскостью и отраженной плоскостью. Похожим образом и здесь. Поперечислишь, поперечислишь, зауженно, заниженно, чтобы мощь еще потом, если что, подняться. Хорошо? Вот так, зауженно и заниженно. Ну, а здесь, как есть. Например, вот это мутненькое с малым количеством краски даст тебе возможность при необходимости поправить себя. И наоборот, если ты сейчас густую краску подсунешь, то уже поправить будет проблемно. А так, вот она, вот она. Хорошо? У нас стала, она стала, красочка. Мы в нее сейчас вгоним с тобой цвет неба, который синий. Есть там такое, да? Синего неба. Дозамешаем мастихином, разбил синьки. И вот эти вот лоскутки, лоскутки неба, загоним, раздавливая. Ты видишь, сейчас немножко смугловато. Я добавил белил. И книзу сделаем уже не так смугло. Это у нас лягут синьки сквозь облака. Вот они у нас лягут. Раздавлено. Другой цвет, который должен будет прозвучать там. Бирюзовенький. Под самую линию горизонтика. Бирюзовенький цвет. Вон он там живет, да? Его ставим туда. Раздавим. Раздавим. Появится, ну как бы вот, все голубенькое мы подложили в небо. Потом возьмешь грязцу. И пальцем намутнишь. Дымчатое звучание вот этих грязноватых проявлений. Коричневый, розовый. И это можно. И синечку намутнишь, намутнишь, намутнишь грязцы. Она у тебя будет и более бледная. Вот здесь облаков этих грязные. Низы грязнят чуть-чуть. Есть такое там, да? Вот они. Вот такие настроения. Понашвыряешь, понашвыряешь. Немножко попачкаешь и коснешься голубизны. То есть все у нас чуть-чуть поперемешается. Чтобы потом сверху на это, сверху на это, положить вот такой разбел. С красниночкой. Сиятельный разбел уже этих светлых облаков. Хорошо? То есть дракончика накидаешь, накидаешь и раздаешь. Вот у нас будет такая разноцветица всего. Хорошо? Значит, грязцы вот этой накидать, которая оттянет нарядный цвет. Видишь, не хватает еще грязцы, чтобы оттянить. С белильцами. Белильца дадут и дымчатость, и вещество. Вот вещи нас не интересуют совсем. То есть вот в эти места обязательно с белилами зайти. Тогда будет мытнятинка выгодная. Мытнятинка с белилами, с веществом. Не сушить вот так. Хорошо? То есть вот занести вот туда вот этот разбел. Несмотря на то, что он разбил, он тем не менее делает довольно смуглым это место. То есть вот это не так смуглит, как вот это проявление. Если надо, мигает синенький, внезап облачков. Есть там такое, да? И вот такой дым, дым, дым. Не сухомятка вот эта, не натертая. Одновременно можно докидать в воду, да, взять, надо будет даже голубиночку. И вот эту идею голубизны и тоже вертикали подсунуть туда. Взять вот эту грязцу, намутить на переднем плане и все по вертикали. Все по вертикали. Хорошо? Вот так, по вертикали, по вертикали. Где-то эти фонарики можешь пока оставлять. То есть это будет и, если надо, голубизна, коричневизна, охриночка. Сиреневизна, сиреневизна, вот такое, вот такое будет. Мутное, мутное и по вертикали. Чтобы потом быть раздавленным окончательно. Вот в такую меру окончательно раздавленным. Когда мы имеем вот такое отражение, Малейший звук на вот этой вертикали, Малейший звук горизонтального характера Даст настроение воды зеркала. Идея зеркала произойдет. Ты согласна? Что малейшие звуки горизонтального характера Создают идею отражения зеркала. Когда ты все эти вещи накидаешь, Ты возьмешь, ну, грязь эту накидаешь, облачную. Возьмешь снова окрецу. Разбелишь ее. Может быть желтиночкой. Чтобы она поярче стала. И тоже загонишь в воду вот таким дракончиком. И тоже раздавишь. Хорошо? Если что, пальчиком допоможешь. Появятся вот эти мигания отражений. Давай. Значит, мутность там, мутность здесь такая. Совсем еще не видна. Не-не-не. Мы же это с тобой кистью делали. А потом взяли руку И совершили вот это. Такой набросковый характер. Многоцветной. И то, что есть этот каркас. Всюду есть этот каркас Первоначального цвета. Он собирает всю картину. Создает ей настроение цветовое. Согласны, нет? Не-не-не. То есть ход прикольный, да? Ну, не бы потом усилим цветом, да. Но ход сам по себе. Хороший. Я сейчас прибавлю кисть для себя. Чтобы поскорее набрать вещество. Не добрала чуть-чуть. Смотри, там прямо шторочка такая, да? Отгораживающая одно от другого. Страшно будет, извиняюсь. Смотри, там прямо шторочка. Сюда в край тоже С этим цветиком уходит. С грязцой. С грязцой уходит. Так, возьмем теперь Нарядный цветечек. Желтый, белый и розовый. То есть краплак красный светлый. Ой, кадмий красный светлый. Вдали Это абсолютная мелочевочка. Вот такая. Вот такого дракончика Накидал и попридавил. Такая тоненькая линейка. То есть ступени ухода в перспективу. Здесь уже крупные проявления этих облаков. Крупные. И тоже придальни. И, наконец, облака, которые буквально возле нас, вот эти вот, совсем крупные, и они уперлись в потолок и хотят где-то там продолжаться, наверху. Появляется вот эта ступенчатость ухода, что сразу загоняет все в перспективу. Согласны? То есть мы привыкли, что вдаль все уходит на сужение. И поляны тоже становятся все тоньше, 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 уходя вдаль эти вот холмы. И небо тоже по этой траектории. Начнем набирать теперь вот этот дальник. Достаточно смуглый. Отражение смуглое. Отражение дома красное. Дом чуть-чуть теперь увеличен. То есть до этого мы остерегались увеличений. Теперь уже, когда у нас порядок соблюден, можно и увеличить. Все это потом чуть-чуть передушится, передавится, нарочито горизонтальными поколебленностями воды. нарочито горизонтальными. Плюс вот эти вот травки, которые растят, виднеются на поверхности воды. Здесь тоже дошвыряешь вот этих дракончиков. Дракончиков. И тоже их пнешь в мутное. Хорошо? То есть это такое зеркало. И вверх и вниз можно толкать. Но нарочито вертикально. Преувеличено даже. Преувеличено вертикально. От этой преувеличенности оно все равно красиво. В принципе, вот эта вот мутная среда, она всегда красиво смотрится. Особенно после того, когда она мутная, приходит немутная. Вот эта растительность плавающая, колебания воды, все это сразу задает плоскость и ясность. Здесь передний план доберешь теперь густой краской, коричневый, голубой. Вот с такими. Лежачий к холсту кистью. Вот такие укладки. Вот такие. Можно чуть-чуть выгнать их отсюда, выгнать, чтобы они чуть заняли место. И вот такая укладочка. Где-то и коричневый с краснотой. Нашвыряешь, нашвыряешь, нашвыряешь. Здесь у нас подъемчик той плоскости. Вот она прямо заслонила дальний. То есть, чем больше что-либо заслоняет, тем больше эффект пространства. Вот эту плоскость обязательно увидеть, ее заслонившую в ту дальнюю. Посмотреть, где у нее свет тень, где у дальний свет тень, и за счет этого выразить одно ближе, другое дальше. Ну и, естественно, отражение подпустить. Этим облачкам можно чуть-чуть дополнить их вот так вот пальчиком. вот эти днища. Да? Они сразу закучерявились. Так как у нас много плановое получилось решение неба. Вот они, смотри, вот они. Закругленности облаков. Давай. Ну и здесь уже тоже вот этот силуэт уже окончательно доберешь и какая-то там какое-то деревце чуть-чуть торчит. Только накидать. Потом на это сверху начнут приходить мазочки такого характера. вот такого. Да, да. Вот такого. И вот такого. Но на вот эту мглистую темноту. Очень импрессионистически этот домик. Единственное, чего ему не хватает, чуть-чуть внятности на макушке, на на линии касания. Чего, Саша, не отвечаешь? Снимаем. Труба какая-то. Здесь нет трубы. Лучше прибавить. Пусть будет с трубой. Правда? Дома мы узнаем по очертаниям крыш, трубам, антеннкам каких-то там антенночек чуть-чуть. Геометризм домов. То есть геометрия. Некоторая силуэтность не добрала смуглого. Не добрала смуглого. дедома. Все время лёгко. И вырежем это. Есть там вот такая вырезанность, да? Невом. И вырежем это. Здесь вот это слишком жестко для отражения. Слишком много не мутного, это мутное. И именно на мутном ляжет горизонталь. Мутное. И на мутном появится горизонталь. На мутном. Только на мутном. Ну а цвет мутного туда докидать. Докидать цвет мутного. Прежде чем появятся эти вещи, создать красивое, мутное, стеклянное воды. Красивое, стеклянное, мутное. Хорошо? Буквально все висит. Висит. Более внятная темнота. Такая очерченность некоторая есть. Покажешь ее. Да? Есть там очерченность. Отражается все это. Это был у нас коричневый голубой. Плюс желтый к нему. И мы имеем светлые макушечки. Глуховатая темнота здесь. Глуховатая. И вот такая как... Никакая вообще. Никакая глухота. На которой мастихинами кистью. В основном кистью. Разбросаны. Заслоняющие эту пустоту. Эту глухоту. Разбросаны. Веточки. Логично? Глухоту. Плюс легкий намек на ступенчатость ухода. Этот какой-то кустичек. Шапка освещенная у него. Заслонил дальний. Дальний заслонил тот. А этот, например, наоборот. Их заслонил здесь. Всю компанию. И того, и другого, и третьего. Здесь внятная светлость. Бугарочка. За ним внятная светлость. Ну, только пониже. Вот здесь где-то. За ним темность следующего плана. И тоже ступени заслоненностей. Следующий план имеет тоже светлые макушки. Заслонил темные низы следующего плана. И вот эта расставленность планов. Значит, этот заслонил макушкой. Это бугор заслонил своей макушкой. Раз. Эти деревца чуть-чуть заслонили своими макушками светлыми. Темность низов дальних деревьев. Есть логика у этого? Ну, и плюс, конечно, темнота береговой линии. Давайте. Таких мест. Смотри, я прямо сверху на эту чуть-чуть подсовываю глухоты и чернявости. Которую можно слегка порезать. Не обязательно даже наполнять гнятным содержанием. Согласны? Не хватало темноты. Да, да, да. Мне с водой не понятно. Не смею мы выплывали. Не, не, не они cooperation в норме. Не Русские с Arnold собаки. Они, которые просто смеются, они, конечно,, itudes зл aquистинемпу. Он это творится шампа сделан А мы тишем без масла, да? Да. Оно нам в первом сеансе почти вообще не надо. Может, для каких-то эксклюзивных задач могло бы пригодиться. Но только для них. Да. Намочить, чтобы она равномерно вся засияла. Мокростью как бы. То есть нагоним сюда. Нагоним сюда. Блин, нет ничего. Мокростью. Блин. КОНЕЦ Это не потому, что я смел, а потому, что мне нужна просто краска там Мне нужна краска, которая превратится в отражение Просто вещество краски было нужно Я его смело подсунул То есть это не было феноменом письма Структура воды это вертикаль отражения Вертикаль отражения Которая пошла туда Вертикаль отражений И чуть-чуть горизонталь Обозначенная Смотри И чуть-чуть обозначенная горизонталь Понятно, что здесь хорошо бы В цветовых каких-то разницах это сделать Но в принципе тонально это должно быть светлее внятно, чем это После того, как мы сделали это светлее внятно Вытащить Различимо вытащить Эти травки у тебя прекрасно получаются Вытащить эти травки То есть заслонительно вытащить Если что Размочить немножко краску Раздавить кисть Брать малыми мерами На кончик Тогда будет более тонко и деликатно Размочить Брать малыми мерами Тонко и деликатно Хорошо? Нашвыряешь Так вроде бы неплохо начинало И вроде бы все понимало А тут как будто не понимаешь Потерялось То есть заслоненность недопроизошла Вместе с отражением Все это Отражение мы знаем Траекторию его Да? Вертикально Теперь Тоже вот эту сухомятку Не должно быть ее в багет Сухомятки не должно быть Должна быть Вот так Вот так должно быть То есть сухомятку Сухомятку поубирать Сухомятка будет конкурировать Сухомятка укладки в багет Станин конкурировать Сухомяткой листиков Этого быть не должно Теперь на это Начинаем создавать Идею Горизонтали Вот ты даешь Вот ты умеешь расстроиться Из-за того, что ты За два часа не написала Два портрета Вот ты даешь Это потрясающе Я не поэту Из-за этого я знаю Ты же тарапышка великая Ужасно Ну нет Ну как бы Я наставлю Работу А то есть у меня будет Я потом их еще Напишу Но уже более Катеринчатый Вот такой Попсовый От линии береговой Сиятельно Свет Рябит Вода Вот такой Творожистый Мазок Творожистый Розовато-желтоватый Творожистый Лежит этот творог На воде Вот такая Сухо-мятка Творога Особенно Вкусно Было Если бы Здесь Краска Уже Присела То есть Слишком свежая Краска В данном случае Нас Раздражает Здесь Она ложится Очень хорошо И очень Творожисто Ты видишь Вот он Творог Сиятельно Так И теперь Нашвырять Этих Зелененьких Настроений Сгустков Листиков Всяких Отражение Что-что? Отражение Это достаточно? Ну Можешь еще там Поковыряться Но Время-то у тебя же нет Ну да Сфотографирую Смотри-смотри Вот они Листики Сам Мастихин Имеет Кончик Подходящий Для того Что-то Довольно густо И сухо То есть Вот та сухомятка Которую ты здесь Оставляла Она бы Конкурировала Вот с этим И вот с этим Поэтому С ней мы Расправились Вот они Густоты Смотри-ка Они как Как живые Лежат на этой Материи Зеркало Так Ну вот это Не относится К облакам Это Должно быть Бельчатие Тоже без этой Сухомятки Творожистой Сетки Холста Без нее Вот дым Здесь умеет Ой Сколько Сухомятки Успело Ну давай Смех Сухом Oil Кам